Каждый месяц глава семьи Евгений Постанчук покупает новый баллон с газом. Семья большая и готовят здесь часто. Но скоро голубое топливо должно само зайти в дом. И большие расходы нести за это не придется. Оборудование, составление сметы и подведение газа к дому покроют субсидия. О такой форме поддержки льготников многодетной семье рассказали сотрудники соцзащиты. Они спросили, имеется ли у нас какая-либо льготная категория. Я сказала, да, мы являемся многодетной семьей. Они сказали, что у нас есть такое право на субсидию в 100 тысяч на догазификацию. Программа догазификации, то есть бесплатное проведение газа в границах земельного участка, действует в России уже несколько лет. Но до этого года можно было лишь компенсировать расходы. То есть вернуть часть затрат уже после подключения к газу и оплаты. При субсидии расходы до 100 тысяч рублей покрывает бюджет. Средства напрямую зачисляют на счет газораспределительной организации. Финансовая нагрузка на граждан при этом снижается. Вот эти граждане, которые сейчас пользуются такой мерой социальной поддержки, как догазификация, они свои средства не затрачивают. Вот компенсационные выплаты – это когда гражданин самостоятельно затратил средства. И до этого такой меры не было. В настоящее время вот появилась новая мера. Семье Постанчук за свой счет придется купить. Разве что газовый котел. Мы собирались брать кредит. А здесь такой подсказник. А здесь, да, то есть очень хорошая помощь. На субсидию вправе рассчитывать те же категории льготников, что и при компенсации. Многодетные, малоимущие семьи, ветераны боевых действий, члены семьи участников спецоперации и другие. У Постанчук уже готовы необходимые документы. В течение месяца газовики должны подвезти трубу и сделать врезку. А в следующем году природное топливо запустят в дом. С газом, конечно, будет больше времени заниматься домашними делами. Уже этой зимой, уверенный Постанчук, они смогут исполнить давнюю мечту. Всей семьей покататься на лыжах в Горном Алтае. Потому что можно будет забыть об электрокотле, из-за которого зимой все время кому-то нужно было оставаться дома. Елена Макаренко, Владислав Ковалев. День с толком.